МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской республике. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Смотр готовности парк МЧС пополнился новой техникой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Психолог, наставник, воспитатель. Классные руководители с 1 сентября получат надбавку к зарплате. Вперед к пьедесталу. В рамках месячников столицы республики прошла военизированная лыжная гонка. В Чебоксарах проверили готовность аварийно-спасательных служб. Сегодня прошел смотр техники. На нем присутствовал и личный состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности у Дмитрия Ковалева. Когда для спасения жизни дорога каждая минута, на место ЧУП приезжают бригады медицины катастроф. Медицинский пневмокаркасный модуль, который оснащен оборудованием, позволяет сделать практически все манипуляции, которые, возможно, плюют в условиях. Внутри морозостойкого модуля оборудована операционная палата. Такие мобильные комплексы могут работать автономно на аккумуляторах. То есть, например, равны одинаковые условия, как в больнице, поликлинике, или, допустим, в этой части, так сказать. Вот, разлижено к приемным отделениям. Еще одно важное звено в единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – служба кинологов. И собакам тоже нужны условия для работы. Все есть, все организовано. То есть, условия комфортные. И для нас, чтобы брали сейчас машины. Новые машины сегодня поступили и в парк пожарной охраны. Берегите себя, берегите команду свою. Ну и, соответственно, автомашины тоже надо бережно относиться. Сразу три новых автомобиля отправятся в пожарные части муниципалитетов. В районы уйдут машины с повышенной проходимостью и объемными цистернами. На вооружении регионального МЧС – самая современная техника для спасательных работ на суше и воде. Одна из самых универсальных машин на этом смотре техники МЧС – аэросани-амфибия, на которых до пострадавших можно добраться и по воде, и по рекам с кованым льдом. За последние годы на техническое оснащение аварийно-спасательных служб из бюджета региона было выделено более 200 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что модернизация продолжится. Главное, чтобы помощь пребывала оперативно. В прошлом году в республике спасли сотни жизней, хотя большинство несчастных случаев можно было избежать. Основными причинами пожара стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Одна из проблем, решить которую надо в первую очередь – это ремонт боксов для спецмашин. В ряде районов пожарные автомобили даже зимой стоят на улице, что недопустимо, отметил главный спасатель Чуваши. Мы уже отмечали ряд районов, где пожарная техника в зимний период стояла на улице. В Урмарском же районе ситуация практически не изменилась. Из 11 подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны, 7 подразделений дислоцируются на улице. Среди принципиальных задач, обозначенных главой региона, развитие системы 112. Сейчас на федеральном уровне единые техусловия, единые стандарты должны быть синхронизированы практически по линии органов правопорядка, плюс, соответственно, еще территории самих муниципальных образований. Президент России Владимир Путин в своем послании назвал «Ключевой темой является у нас что? Народосбережение». В вопросах безопасности глава региона важную роль отводит профилактике. Нам надо снижать сейчас ключевые показатели, соответственно, от внешних причин. Это дорожно-транспортные происшествия, это суициды и ряд других вопросов. На ближайшие три года запланировано еще почти 800 миллионов рублей. Касаясь скорой помощи, мы 189 единиц практически купили. Ведомстве подвели и итоги работы за прошлый год. Лучшим спасателям и пожарным Михаил Игнатьев вручил благодарности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Чуваш автотрансу осталось продать более полутора сотен автобусов. Арбитражный управляющий в очередной раз выставил на аукцион машины, которые находятся на балансе предприятия банкрота. В списке около 160 единиц общественного транспорта. За счет продажи части имущества предприятию удалось полностью закрыть долги по зарплате сотрудникам. Это стало возможным благодаря ходатайствам представителей республики перед арбитражным судом о приоритетном погашении требований по заработной плате. Так, административное здание по улице Гагарина в центре столицы купили сразу три организации. Ипотечная корпорация Чувашской республики, Чувашгаз и фонд содействия развитию венчурных инвестиций. Около 43 миллионов рублей ушли на счет предприятия, что позволило погасить задолженность по заработной плате. Две автостанции в черте города купили индивидуальные предприниматели за 72 миллиона рублей. За счет этих средств компания рассчиталась с требованиями Федеральной налоговой службы. Часть суммы ушла в резервный фонд республики, взятый в свое время на погашение части зарплатного долга. Новые владельцы уже обратились в Минюз Чуваши с заявкой о выкупе земельных участков из республиканской собственности. Современным оборудованием оснастят сосудистые центры и республиканский онкодиспансер в рамках нацпроекта здравоохранения. 30 единиц медтехники планируется закупить в этом году для регионального сосудистого центра республиканской клинической больницы, в том числе современный компьютерный томограф. На эти цели из федерального бюджета выделят более 120 миллионов рублей. Ультразвуковые аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, оборудование ранней медицинской реабилитации, аппараты искусственной вентиляции легких планируется приобрести для семи привычных сосудистых отделений. Это уже план на ближайшие несколько лет. Республиканский клинический онкологический диспансер получит почти 60 единиц медицинского оборудования. Что означают изменения в конституцию страны, предложенные Владимиром Путиным, и на что должно обратить внимание правительство Чувашии в своей работе в следующем году? Об этом говорили сегодня на встрече главы республики с Советом Старейшин. Как поправки в конституцию изменят систему управления страной и к чему это приведет? Первое, что спросили у Михаила Игнатьева представители Совета Старейшин. Сейчас все члены правительства назначаются указами президента страны. После того, как поправки вступят в силу, вносить кандидатуры вице-премьеров и министров на утверждение в Госдуму будет председатель правительства. Государственная Дума Российской Федерации будет участвовать в формировании принципа правительства Российской Федерации. Гости обсудили остальную часть послания Владимира Путина, а затем перешли к предстоящему посланию Михаила Игнатьева, Госсовету Республики. Глава Чувашии пригласил их в том числе и для того, чтобы собрать предложения. Среди тем, которые прозвучали, решение кадровых проблем в медицине, продолжение рекультивации свалок и строительство дорог в сельской местности. Чтобы действительно выделили деньги и капитальные вложения на устройство внутри почелковых дорог. Потому что, в принципе, уже у нас и так вот за последние годы в 70% населенных пунктов уже дороги есть. Но они очень большой износ имеют, поэтому желательно туда вложить большие деньги, чтобы действительно между городом и деревней разницы меньше было. Все предложения возьмут в разработку Ольга Пырочкина, Бахтиар Велиев, Республика. Сегодня в северо-западном районе столицы Чувашии прорвало трубу. Вода залила дорогу по улице Мичмана Павлова. Вот что объяснили в водоканале. В 9.30 произошла утечка воды, повреждения на магистральном водоводе. 600 мм оперативно перекрыли данный водопровод. Вызваны представители, техника. Торекс начали убирать данную воду. Согласно нашего договора, все идет сейчас своим чередом, в основном порядке. Все жители с водой в настоящее время. Приняты все меры для того, чтобы убрать всю воду и посыпать песчаной смеси соленой. Чтобы понять причину прорыва воды, специалисты проведут обследование участка. За классное руководство плюс 5 тысяч рублей к зарплате. По поручению президента Владимира Путина такую доплату введут в школах с 1 сентября. Насколько важна эта мера поддержки, узнавал Рифат Фаткулин. О классным классном мечтают все школьники. Чтобы понимал, поддерживал, давал советы и любил такими, какие есть. Рассказывай, что у тебя случилось. Психолог, наставник, воспитатель. Кого-то подбодрит, кому-то незаметно сделает замечание, а всех вместе обязательно похвалит. А еще учитель-профессионал. Руководитель 5-го Амаргаушской средней школы Алина Паладева проводит со своими учениками классный час. Тема – движение – это жизнь. По словам самих ребят, для них Алина Георгиевна как вторая мама. В школе Алина Паладева работает 18 лет. Из них 15 отданы классному руководству. Учитель русского языка отмечает надбавка в 5000 – хороший стимул. Электронные журналы и дневники, работа с документацией и личными делами учеников, встречу с родителями – на все это уходит масса времени. Классный руководитель – это не просто учитель. Он, прежде всего, воспитатель. Он психолог. Мы ежедневно проводим всевозможные беседы. Еженедельно проводятся классные часы, которым, конечно же, необходимо готовиться. Кроме этого, мы тесно сотрудничаем с учителями, ведущими предметы в этом классе, потому что приходится решать не только вопросы учебы, но и возникающие проблемы. Активно работаем с родителями, ведем журнал, в котором мы записываем, как часто мы встречаемся с родителями. В общем, работа колоссальная. И без альтруизма было бы сложнее. Сейчас региональная выплата за классное руководство – около 1000 рублей. Федеральная станет заметным бонусом. Процесс воспитания, он очень важен, так как мы отвечаем за успешную социализацию наших детей. И большой как раз функциональ в воспитательном процессе относится к классному руководителю. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Сегодня в МВД Чувашии подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант». В течение четырех дней учащиеся ведущих вузов Республики знакомились с работой различных подразделений полиции. Участковой полиции, боец спецназа, криминалист или оперативно-дежурной службы 0-2. В дни акции студенты смогли попробовать себя в этих непростых профессиях. Артем Фимин с детства мечтал попасть в спецназ. В дни акции его желание почти исполнилось. Показали бойцы, получается, грома свои навыки в рукопашном бою. Показали виды оружия. Научили нас стрелять по мишеню. И это вот больше всего мне запомнилось. Я даже захотел стать неким ОМОНовцем или спецназовцем. В общем, побывать в каком-то спецотряде. Среди студентов вузов, которые приняли участие в акции, случайных ребят не было. Среди желающих отобрали 15 лучших, которые с головой окунулись в работу органов МВД. Разработали мы таким образом программу, чтобы студенты в первый же день разделились и смогли поучаствовать в самых таких основных направлениях службы. Патрульно-постовая, ДПС, участково-полномоченные полиции, ПДН. То есть студенты прямо в пятницу вступили в рейд. И непосредственно окунулись в реальную работу с участием полицейских. Могли вообще-то задавать вопросы и как можно больше узнавать. Алина Мухамедзянова еще в школе хотела работать в органах внутренних дел. Участие в акции только усилило ее желание. Больше мне понравилась работа, когда там сидели, принимали заявки в онлайн-режиме. И когда сидели, просматривали камеры. Я сейчас даже думаю, что закупалась для своей учебы. Вот, насчет дежурной части, либо патрульно-постовой службы. Познакомились молодые люди и с работой народных дружинников. Только в Чебоксарах их более двухсот. Набор идет постоянно. Ряды могут вступить, в принципе, так же, как и в полицию. Чтобы у вас не было судимости. По здоровью справки нужны с наркодиспансера и с психбольницы. Чтобы они стояли на учете. Чтобы не привлекались к административной ответственности несколько раз в год. Студенческий десант 2020 завершил свою работу. В результате каждый второй участник изъявил желание поступить на службу в органы внутренних дел. Или вступить в ряды народных дружинников. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика. Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы для Ленинского района столицы открылся военизированной лыжной гонкой. На лыжню вышли сборные команды из 13 школ Ленинского района. Этими соревнованиями открывается месячник оборонно-массовой спортивной работы. Военизированная лыжная гонка, посвященная 75-летию Великой Отечественной войне. Раз, два, три, поехали! Для сборной 24-й школы спорт давно уже стал нормой жизни. Увлечение лыжами – это прежде всего хобби и поддержание своего тела и своего организма в порядке и ведение здорового образа жизни. К гонкам мы готовились месяц, усиленно и старались. Надеемся сегодня победить. Ребятам предстояло пройти непростые рубежи, которые подготовили организаторы. Команды соревновались в быстроте и выносливости на лыжной трассе, меткости в метании гранат. Военизированная лыжная гонка очень похожа на биатлон. Один из этапов – стрельба из пневматического пистолета. Команда сорок второй школы подтвердила звание бессменного лидера. Вторыми пришли участники из четвертой гимназии. Замыкая тройку чемпионов – сборная команда 37-й школы. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. «Моя жизнь. Театр» – книгу с таким названием выпустили в честь 80-летия народного артиста СССР Валерия Яковлева. Презентация издания прошла в Чувашском драмтеатре. На сцену Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев выходит почти 60 лет. За свою карьеру режиссера поставил более 90 спектаклей, посвященные ему книгам, в которые собраны публикации, очерки, фотографии разных лет, иллюстрируют большой творческий путь. Эта книга как бы не только поднимает истории, вот эти 40-летние, 60-летние истории жизни Яковлева, ну и вот весь плац жизни Чувашского театра, здесь через фотографии, через какие-то высказывания мои, Яковлева высказывания, которые там туда включены, как бы возрождается вспоминание у зрителей, вот вспоминать тех лет, те прожитые годы. Появление вот этой книги, моя жизнь, театр, конечно, для меня это большое воодушевление, большое вдохновение дает, сил придает, но и осознание того, что все-таки примечено, замечено. По содержанию книга не имеет аналогов. Она издана за счет средств федерального гранта «Культура России». Сегодня для Чуварского книжного издательства, для Чуварского драм-театра, и я надеюсь, для всей творческой интеллигенции Чуваши настоящий праздник. С чем связано появление этой книги? Во-первых, 2019 год, это был год театра. Мы не случайно выбрали эту книгу. В книге собраны уникальные фотографии, уникальные документы. Поклонники Чуварской драмы, поклонники Чуварских артистов найдут для себя очень много материалов. Рифат Ваткулин, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. «Очутиться в сказке» – это стало возможным благодаря интерактивной выставке. В мир чувашских легенд пригласил Национальный музей. Пройтись по мосту Азамата, дотянуться до луны и звезд, очутиться в одно мгновение в сказке, которую еще вчера читала мама. Все становится возможным и не только в мире детских грез. Наполнила она свое ведро водичкой, а когда поднялась, выпрямила свою спинку, увидела она, что окружили ее ведьмы. На этот раз в необычное путешествие отправились юные воспитанники столичного детского сада номер 8. У нас есть мини-проект по родному краю с рюкзачком. Поэтому мы запланируем с родителями прийти посмотреть легенды и сказки Чуваши. Мы изучаем сказки и народные, мы изучаем сказки и писателей, и поэтов. Ребята активно участвуют в судьбе сказочных героев. Я уже тут была второй день. Я много всего узнала, что здесь находятся всякие сказки и выставки. Я очень люблю читать сказки. Мне выставка очень понравилась. Декорации и реквизиты из фондов Чувашского театра кукол. Национальные наряды стали украшением выставки. Волшебно сказочно, потому что здесь герои из различных сказок. И многие персонажи именно выглядят как куклы, но ожившие куклы. Любой ребенок очень интересуется сказками. Конечно, они живут в Чувашской республике. Им необходимо знакомиться с национальной нашей культурой. Чувашские сказки их захватывают своей лаконичностью. И главное, никаких музейных табличек руками не трогать. Все с точностью наоборот. Интерактивные игры, десятки увлекательных заданий. Наряду с маленькими посетителями в сказки побывали и родители. Выставка нас очень поразила. Очень интересная, действительно интерактивная. То есть не просто рассказывают, а все это наглядно показано. Поэтому очень рада, что в нашей республике внедряют такое для маленьких деток. Мы задались идеей показать детям разнообразие именно народных сказок. С точки зрения вот такой вот очень приемлемой информации. Открывая для себя сказки разных народов, дети учатся различать добро и зло, зависть и доброжелательность, милость и гнев. Во взрослом мире это очень пригодится. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков. В это воскресенье, 26 января, в Чувашии пройдет Всероссийский день снега. Отпразднуют его на поле столичной спортшколы по футболу. К участию в соревнованиях приглашаются семейные команды. Папа, мама и ребенок в возрасте от 7 до 10 лет. Участников ждет эстафета на ватрушках, метание мечей в мишень, преодоление препятствий. Командам необходимо зарегистрироваться. Торжественное открытие запланировано на полдень. По данным синоптиков, в этот день снег действительно будет. В выходные в Чувашии временами будет кружить метель. За два дня может выпасть до 5 сантиметров снега. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза. Таковы главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok